Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала, мои любимые, дорогие! Я вам всем рада! Итак, мои хорошие, сейчас для вас будет онлайн-расклад, и тема будет называться «Крик его души». Давайте будем смотреть, о чём кричит его душа. Как всегда, наливайте себе чай и кофе, садитесь поудобнее, загадывайте своего любимого мужчину, подумайте о нём, представьте его хорошо, и мы сейчас с вами всё будем смотреть. Кто-то, кстати, недавно писал в комментариях по поводу браслетов. Такие шикарные браслеты из чёрного турмалина – это ведьмовской камень, это камень Шерл. Он очень хорошо нейтрализует негатив. Это единственный камень, который в себя ничего не впитывает. Всю отрицательную энергию, попадающую на этот камень, тут же отталкивается назад. Поэтому, если вы работаете с людьми, постоянно носите при себе, ну или хотя бы вот такой камушек держите, да, вот на столе или где-нибудь, да. Можно побольше. У меня просто здесь очень много всяких камней. Я люблю очень чёрные камни. Поэтому заказывайте. Тут на Ютубе есть канал «Галина Стар». У неё в своём магазине есть практически всё. Любые камни, любые вещи, всё, что вы там не увидите, у неё всё вообще, в принципе, всё есть. Поэтому, кто хотел, заказывайте. Так. Такие тоже браслеты, видите, чуть по одной. Такое здесь вот такое. Это всё у Галины. Галине, огромное спасибо. Такой подарок. Итак. Давайте посмотрим его, вашего мужчину. Кто на данный момент он? Кем он сейчас является? Кто этот человек? Давайте посмотрим. Итак, ваш мужчина сейчас, на данный момент. Кто он? Каких энергиях он находится? Кто этот человек? Чему занимается? Давайте смотрим вас. Кто вы? Чем вы занимаетесь? Каких вы энергиях находитесь? Давайте посмотрим, что воссоединяет. Или объединяет. Что между вами есть на данный момент? Так, ваш мужчина. Ой, 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 ой. Как нам хочется о любви. О любимой королеву мечей. Вот эту жёсткую, холодную женщину, которая практически ошейник-то повесила. Повесила ошейник. И за кое-что держится. Ну, наверное, так. Вы знаете, что человек сам себя обманывает? А знаете, почему он потерял эту женщину? Потому что тоже обманывал. Потому что были манипуляции, хитрости, обманы, коварства, воровство. Он всё это... Вот сейчас он огребает по полной. Он огребает по полной. Потому что женщина... Давайте я немножко опишу эту женщину, да, чтобы вы понимали, кто она. Потому что я не знаю, кто это. Может быть, это вы. Эта женщина имеет отношение к бумагам, документам, юриспруденция. Может быть, работает в этой сфере. Эта женщина имеет отношение к медицине, имеет отношение к металлу или там, где техника, электроника, компьютер, электричество. Женщина достаточно очень справедливая, очень прямолинейная. Она с волевым, сильным, где-то мужским характером. Потому что у неё чёткий такой, знаете, вот... Чёткая мысль всегда, да. Вот она никогда... Нету тумана в голове. Нету какой-то путаницы. Нету какой-то романтики. Женщина чётко знает, что она хочет. Куда она двигается. И на данный момент, возможно, она просто или сама такая, как бы, да, он видит её такой. Или она по отношению к нему, потому что человек заврался в любви. Причём очень сильно любит, признаваться не хочет. Ведёт себя так, знаете, как будто он вообще тут ни при чём, и вы для него никто. Но это всё враньё, потому что здесь он с семёркой мечей идёт. Он без вас жить не может. Он без вас не может жить. Ему сейчас вас так не хватает. Причём тот человек на ошейнике к вам. Может быть, вы на него что-то делали. Я не знаю, какую-то магию, может быть, да. Может быть, вы, ну, использовали, да, или вызов какой-то на него, или ещё что-то. Вы чем-то его так привязали. Знаете только вы. Давайте посмотрим, что здесь у вас на данный момент. Да, вы так хорошенько. У кого-то из вас татуировочки есть, красивые причём. У кого-то персинг, у кого-то красивая грудь, у кого-то красивые волосы. Вы с собой очень хорошо смотрите. На данный момент вы стараетесь не проявляться в его сторону. Если только проявляетесь, то только как в виде сопротивления. Потому что человек может очень хитренько вас провоцировать, вами манипулировать, вызывать вас на конкретный разговор. Или вас подстёгивать, да, чтобы вы там завелись, чтобы вы показали свой характер, свою любовь, свои эмоции. Потому что ему сейчас на данный момент именно этого и не хватает. Может быть, у вас сейчас идут какие-то споры, конфликты. Я не знаю, с этим мужчиной или нет. Но у вас может быть такое. А чего вы тоже очень сильно устали? Потому что хочется спокойствия, хочется счастья уже, женское вот это вот. Как у других. Почему другие женщины могут быть счастливы, а я не могу быть? Я тоже хочу счастья. Ну вот. Ну вот то, что я говорил, манипуляции. А знаете, то, что он манипулирует, вы его держите в подвешенном состоянии. Слушайте, сколько здесь эротических, уже я здесь картинок увидела. Эта колода не эротическая. Эта колода, тёмная колода Роя. Она не эротическая. Но так как здесь выходят такие у меня... А я по картинкам тоже всегда хорошо читаю. Я вообще всё читаю. Дело в том, что у вас сексуальная связка очень сильная с этим человеком. Понимаете? Очень сильно. Вы практически идеально подходите друг к другу. Знаете? Как болтик к шурупчику... Не, пардон. Гаечки, гаечки. Как болтик к гаечке. Идеально подошёл. Вот прям полностью идеально подошёл. Причём вас... Вас... Вас возбуждает его всё абсолютно. Фигура. Ваша мягкость. Ваша сексуальность. Какой вы можете быть красивой кошечкой. Нежной и пушистой такой. Понимаете? Ваши татуировки. Ваши персинги. Вас есть то, что нет в других женщинах. И это ваша изюминка. И это его просто будоражит. Взрыв мозга у него от всего этого. Естественно, тут мужчина хочет и дальше управлять отношениями. Может быть, тут он находится не в свободных отношениях. И пытается вами как-то играться. Но вы-то знаете правду. Вы-то знаете правду. И вы, наверное, ему так и показали. Типа, да-да. Да. Будешь ты мне дальше врать. Посмотрим. Тут у вас очень стабильно. Такое ощущение, знаете, как будто ваши отношения под защитой. Я не знаю, как это объяснить. Прошу прощения. Я не знаю, как это объяснить. Я не могу сейчас это объяснить. Может быть, потом придет информация. Но на данный момент я вижу ваши отношения под какой-то защитой. Может быть, вы эту защиту поставили. Может быть, защита высших сил. Может быть, защита это потому, что у вас брак официальный. Это все на бумаге, под гербовой печатью. Понимаете? Как обычно. Да. В паспорте там штамп. Конечно, вот это вот такое поведение его держит вас в подвешенном состоянии. И его держат в подвешенном состоянии. Вы его тем более держите в подвешенном состоянии. Потому что он тут умирает. Он умирает. Без вас не может. Хочет схитропопить. И как-то к вам, понимаете, к вам приехать. Приблизиться к вам. Да. Но вы-то понимаете, что вас уже как бы так не проведешь. Но вы уже так. Вы уже все прекрасно понимаете. Это стабильные отношения ваши с ним? Ну, такие вот, да. Вот они такие. И они такие стабильные, да. Я по-другому не знаю, как назвать. Есть гармоничные, стабильные. А у вас какие-то дисбалансировки. В общем, вы поняли. Разбалансировка, короче, тут. Пока выговоришь. Тут есть что-то такое негативное между вами. Что в то же время и отталкивает. И в то же время вас как будто притягивает. Понимаете? Вот при всем этом вы знаете прекрасный какой-то человек. Ну, вот он такой отрицательный герой. Такой он нехороший. Он такой вруно обманщик, изменщик и так далее. Но все равно вы к нему тянетесь. Давайте посмотрим, почему. Не знаю. Я не знаю, почему вы к нему тянетесь. А ну-ка. Ну, потому что тут любовь. Ну, тут любовь, понимаете? Тут такое отношение, знаете, как в фильме Чудовище и красавица. Красавица и чудовище. Вот. Красавица и чудовище. Он уже все глаза проглядел уже. Все глаза он проглядел. А что он все глаза там проглядел? Ну, что? Потому что вы оба в тупике никак из этого тупика выйти не можете. Конечно. Потому что вы простить ему не можете. Измены. Предательство. Разочарование. Вы его, не знаю, в голове вылепили такого красивого принца. А на самом деле он там вообще не принц. Непонятно кто. Чудовище просто и все. Подождите, а что вы полностью не разойдете? Я не пойму. Это что, так его любовь держит, что ли? Или что? Это то, что он так любит, что ли? Это все на этом держится? Почему вы не разойдетесь полностью? В чем помеха? А еще? А-а-а! Вы не сможете расстаться, потому что здесь идет программа высших сил. Тут идет программа высших сил. Та-та-та-та-та. Как интересно. Сейчас больше скажу. Вы уже пытались расстаться с ним на какое-то время. Не общались вообще. У кого-то год, у кого-то два, у кого-то три та же. Но здесь, знаете, что интересно? Когда вы перестаете с ним общаться, вы как будто оба как-то вот уходите вниз. На энергетическом уровне. Ничего делать не хочется. Развиваться не хочется. Ничего не вдохновляет. Ничего не возбуждает. Никуда вообще не хочу. Других мужиков не хочу. Даже если хочу, не получается. Вот у него то же самое. Он даже если себе ставит там какую-то цель. Все. Сейчас пойду другую себе найду. Да не получается у него другой найти. Все те, которые появляются в его жизни, они как пустышки. Он на них смотрит, ничего не чувствует. Они как пришли, так и ушли. Вот у вас то же самое. Мужчины, которые появляются, они как будто как пустышки. Они приходят и уходят. И вы так просто, знаете, так, ручкой гуля-гуля говорите. И все, до свидания. Человек уходит. Потому что здесь у вас программа. Какая программа? А ну-ка покажите. Программа высших сил. Страшный суд. Надо было что-то раньше делать, чтобы сейчас такого не было. Упадничества, состояние, да? А ну-ка. А ну-ка, 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 ну-ка. Покажите мне, пожалуйста, что за программа не проходит. Ну, женщина должна быть в росте. Здесь женщина через этого мужчину должна расти в девятку пентаклей. Если вы уже находитесь в этой девятке пентаклей, в стабильности материальной, отлично, вы программу выполнили. Если вы еще не находитесь, вы пока до этой девятки пентаклей не подниметесь, высшая сила с вас двоих не слезет. Она будет долбать вас обоих по полной программе, особенно вас. Потому что цель высших сил, что вы пришли к стабильности, материальной независимости, к заработку, к дому, к семье, к себе любимой, чтобы научились себя любить, обожать, и чтобы вы у себя были на первом месте. Хорошо, а чем она его долбает? А ну-ка. А ну-ка покажите мне, почему мужчина здесь... Какие уроки он здесь проходит, дайте мне. А мужчина должен в своей жизни определиться, с кем он хочет быть, с вами или с другой женщиной, с вами или со своей любимой свободой, если мужчина тут холостяк у нас, с вами или со своей мамочкой. Он должен просто определиться. И еще. Мужчина должен научиться всегда быть дипломатом. Даже если хочется послать, надо улыбнуться и сказать, да, хорошо, хорошо. Он как дипломат у нас, понимаете, на политической арене, как общаются. Им тоже хочется всех послать и поубивать друг друга. Она не улыбается и говорит, да, хорошо, все. Все будет нормально, миру мир. Маю май. Понимаете? Здесь оба проходите... Вот пока он не научится быть таким, пока он еще до сих пор выберет. Я не знаю, сколько он еще будет выберет. Но пока он не устаканится, пока он что-то для себя не выберет, все, вы в его жизни будете присутствовать вот хоть до скончания века, до хоть третьего пришествия, понимаете? Потому что высших сил здесь своя, как бы, своя правда. Они сверху знают, кому что давать. Что-то я кашляю. Волнуюсь, наверное. Так, хорошо. Я вот дома новую взять в колоду, другую, вернее, колоду взять или с это работать? Ай, давайте с это, она уж хорошо говорит так. Ну-ка, покажите мне. А какие у него чувства к вам сейчас? Ну, какие чувства на самом деле? А какие у него... Вернее, какие у вас к нему чувства? Да, да, как интересно. У него в голове только одно, а вы хотите брака. У него в голове только одно, а вы хотите брака. Хотя он тоже думает о том, чтобы стать супругом. Почему? Он тоже думает. Просто он думает, что у вас еще потянуть надо, чтобы до вашего уровня добраться. Потому что ему зарабатывать надо сколько. А без денег зачем он вам нужен? Без денег вы с ним больше недели не проживете. Поэтому, чтобы вашим быть мужем, он должен тут или как бы кое-что, или как бы хорошо зарабатывать. Но я думаю, что вам зарабатывать, наверное, больше надо, да? Хотя кому-то это тоже. А вы только как бы серьезные отношения, да, по Ирофанту, а как же? Мне стабильность, серьезность нужна. Интересно. А какая мысль сейчас у него о вас? А у вас о нем? Ну так он в вашу сторону смотрит сейчас. А что он там смотрит? В интернете, что ли, опять лазит? Что он смотрит? Он смотрит, какая вы хорошенькая. Постоянно наблюдает за вами. Причем 24 часа в сутки. Вы как будто отмылись от него. Так искупались, да, простернулись. Что вообще его как будто рядом и нету, и ни памяти, ничего о нем. А он глядит на вас, наблюдает, никак забыть вас не может. Налюбоваться вами не может. Вы или где-то фотография ваша у него в архиве, в интернете, в компьютере. Или же он что-то там глядит на вас прям, как на фотографию, как на фото, как, может быть, вживую наблюдает на работе. Еще? Да? Что, дурак? Да, да, да. Может быть, думает, что вы глупенькая. Может быть, хочет начать с вами заново новых отношений, легких отношений. Да, потому что он вспоминает, как было же, классно было же. Мы же с ней, с ней, у-ху, зажигали, типа, да. Почему бы не продолжить, господи? У мужиков только одно на уме. Тут, знаете, поп свое, а черт свое. Вы ему про Ивана, он вам про болвана. Вы ему про замужество, а у него только, понимаешь ли, кекс на уме. Хорошо. Что вы думаете о нем? А, ну вот, что он, может быть, ведет себя, как баба. То есть, из вас двоих, настоящая женщина, это вы. Вот, вы императрица. Но у вас предположение, что, скорее всего, наверное, он тоже ведет себя, как баба просто. Ну, как, я не знаю, как... Как истеричка, может быть, себя любимая какая-то такая взбалмошная дамочка. Что вы еще о нем думаете? Давайте посмотрим. Ну, да. Вы прям 100% знаете, что он вас хочет. Что он без вас не может. Кекса хочет, вас хочет, без вас жить не может. Ну, да, и все правильно. Все правильно, да. Вы не пускаете, правильно делаете, как будто, да. Да, я дама жезловая. Да, я знаю, что я дева лица. Я знаю, что я такая красотка. Я знаю, чем я могу взять его. Я знаю, что без чего он жить не может. Без моей вкусной энергии, без моих красивых глаз, без моих длинных ног, да. И там, здесь меня, кстати, смотрят многие, как, знаете, Ким Кардаршьян. Там вообще нервно курит в стороне. Мне тут такие красотки смотрят. Поэтому вы знаете, чем вы берете. Что вы такая, в общем, самая лучшая. Да, так оно и есть. Видите, он-то, наверное, скорее всего, так тоже, наверное, думает, да. Его же, видите, здесь тянет, тут тянет. Нет, вот нам тянет. Тянет к вам. Да. Как сложно в этом мире. Вы прям знаете свои преимущества. Хорошо, все, я хочу уже на другой колоде. Еще на другой колоде. Так, рик его души. Давайте посмотрим, что он там кричит. О чем он там кричит. В принципе, уже понятно, о чем он кричит. Крики его души. А ну-ка, покажите мне. Дайте мне, дайте, 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 дайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, еще. Что он вас потерял? А вы уже не такая, как прежде. Вы уже маску одели. А вы теперь его раньше любовью хотели, да, чистой любовью. А теперь только как под призмой материальности смотрите, да. Что он там имеет? Деньги есть? Да, деньги есть, есть, есть. Деньги есть, выйду я. Ах ты, козочка моя. Понимаете, вот как ты из этой роли. Машина есть? Дом есть? Зарплата какая у него? Больше, чем у меня или нет? Ах, меньше. А что так меньше? Это зачем он мне нафиг нужен тогда своей меньшей зарплаты? Пусть идет зарабатывает. Он мужик. Почему я бабу больше зарабатываю? Понимаете, вот он так думает, как будто вы сейчас его уже с материальной точки зрения разбираете по полочкам. И считаете, что если он до вашего уровня материального не дотягивает, зачем он нафиг сдался? Раньше-то любовь была у вас. Как-то все вот через любовь, через любовь смотрели. А теперь считаете, ну а что любовь любовью? А кушать хочется всегда. Поэтому он считает, что вы уже маску одели, материальную маску одели. Такую меркантильную сучку включили. Извините, говорю просто как есть. Что вы такая, да? Меркантильная такая женщина, у которой в голове только деньги. Так, хорошо. Кстати, здесь мужчина тоже, знаете, где-то думает, может вас деньгами купить. В прямом смысле слова. И думает, польститесь вы или нет. Пошлете вы его или нет. Заблуждается он или нет. Еще. Крик его души. Да, еще, 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 еще. Ой, маленький мальчик соскучился, к вам хочет на ручки. Готов любые денюжки уже заплатить, лишь бы оказаться с вами в постельке теплой. Зимой холодной. Согреться с вами в ваших теплых объятиях. Ой, ты батюшки, бедненький. Ляльку оставили без мамки. Ой, неубежатрите, какой он туда в шестерке кубков. Вспоминает и вспоминает. Как бы он к вам там пришел бы, да, или приходил уже. Мечтает даже где-то, да, что вот я хотел приехать к ней, постучаться в дверь, чтобы она открыла. Или, может быть, уже, да, как бы приезжал раньше, сейчас вспоминает. Как было хорошо, когда мы с ней вместе были. Как тепленько нам-то было. Ой. Как котик с кошечкой вместе. Как тепло он-то нам было. Еще давай. Еще крики ву души. Давай, 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 давай. Давай, а вы сейчас такая черная пантера. Вы его не хотите. Конечно, у него психологические проблемы из-за вас. Он что-то так... Знаете, ему что не нравится? Что вы какая-то меркантильной стали. Вас ничем не возьмешь, только деньгами. Только подарками. И не дай бог, если у него зарплата меньше, чем у вас. Все ему, бедному, не жить. Просто рядом с вами не быть. Потому что вы ему не простите, что он меньше зарабатывает. Все. Да, вот. Вы еще такую маску холодную одели. Такую маску холодную. Типа, не подходи. Все. Я меркантильная. Да. Меня купишь только подарком, да? Или меня возьмешь только... Только чем-то серьезным. Я так просто не поддаюсь. Мне тут нужен брак. Мне тут серьезный... Вот я не серьезно отношу. Меня в дом надо привезти. Вот смотрите. Смотрите, как четко. Вот это вы, да? Ну, он так... Я сейчас говорю, как он видит вас. Вот вы такая, да? Все, маску одела, я холодная. Посмотрите, он к вам едет и назад возвращается. Видите? Конь как будто едет, и он его из поводья. Посмотрите, конь поворачивает, и он назад уже думает ехать назад. Потому что человек хочет к вам приехать, а приехать не может. А он вот чувствует ваш холод. Поэтому тут назад идет. Потому что вы маску одели такую холодную, железобетонную. Наверное, сказали, попробуй только приедь. Да, я тебя разблокировать не собираюсь. Ты мне не нужен. Не надо ко мне сюда приезжать. Твои вот эти приезда мне нафиг не нужны. И все, оставь меня в покое. Точка. И точка. И нож в землю, да? Или там в пень, куда там этот меч. И тут мужчина уже как бы собрался ехать. И тут давай, коня назад, да? Давай, коня назад. Еще крики в души. Ага. Ну, он тоже бедно выбирает что-то там. Баланс с вами хочет найти. Договориться хочет. Не получается. Вот он. Совушка наша. Спит поздно, бедно. Выпивает, наверное, да? Я не знаю, что он там пьет. Кто-то писал, что это не обязательно, чтобы спиртной. Да, конечно, не обязательно. Когда я говорю пьет, это означает, что в прямом смысле что-то он там пьет. Пить можно что угодно в наше время. Антидепрессанты тоже, знаете, снотворные перед сном. Это тоже можно пить. И чай ромашковый, чтобы успокоиться. Я не знаю, что он пьет. Потому что здесь мужчина очень эмоционирует. Эмоционирует за то, что вы к нему как-то... Ну, как он считает, несправедливо относитесь, да? Спорите с ним, конфликтуетесь с ним. Не даете больше ему шансов на встречу с вами. Да, Луна, вот, конечно, у него уже психологические проблемы на этой почве. Может быть, мама ему там говорит, да? Мама говорит ему там, очень хорошо, что что-то не едешь. Зачем тебе она нужна и так далее. Может быть, еще вы и похожи на маму. А ему так сейчас мамы не хватает. Вот он один без матери остался. Без ее советов. А вы же такая, как мамочка. И услышите, и поможете. Да, Господи, на нее и похоже. Приготовить чем-нибудь вкусненькое. Это пироги, щи, как мама-то и тоже готовила. И вы его не хотите. Бедному, как ему одному тяжело-то. Как без женщины тяжело. Не выслушать, да? Не помочь. Не накормить. Ой, бедненький, бедненький. И Луна в голове. Ну, что ему делать? Тут каждый запьет, слушай, с горя. Там и кто у него там, сова рядом. И сова тоже запьет уже с такой жизнью, как у него. И сова вместе с ним запьет. Конечно, эмоционировать все, ну, будет. Что ему еще делать? Если он полной картины не видит, он не соображает, он не понимает. Как ему дальше жить? У него депрессия. У него страхи. У него интуиция тут шпарит. Тут такие сны ему снятся. Успевая только понимать, о чем. А вы тут вся в маске. Господи, а! Два, три. Три маски на вас одеты. Одна маска материальная, другая холодная. Третья жезловая. А жезловая, это я такая крутая. Я тебе докажу, что я крутая. Я тебе утру так нос, ты у меня поймешь, какую ты женщину потерял. Ну, тут вообще просто трэш. Может быть, такого у вас-то и нету. Но, девочки, это крик его души. Расклад называется. Крик его души. Окей? Поэтому, о чем он нам кричит? Он кричит, что вы уже трое, три раза в маске. А он не хочет эту маску. Он хочет вашу, наверное, ту естественную наивность, которая была в первый раз, когда он вас увидел. А вы, наверное, думаете, да была я уже, все. Я увидела. Я увидела его на ту реакцию. На ту мою простую реакцию. Да, лучше мне в маске. Сейчас все в маске, кстати. Сейчас все в маске, девочки. У нас омикрон уже тут, понимаешь ли. Понимаете? Уже все. Тут омикрон у нас уже везде. Это какая? Пятая? Пятая волна уже, все. Вот, да, уже чуть-чуть и уже все, да. Дожить бы еще уже немножко бы, до мая бы. А потом уже вздохнем. Ну, конечно, в маске. Он что, без маски ходит, что ли? Еще. Крики в его души. Давай, 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 давай. Ой, он бедный хочет вам предложение сделать. Хочет предложение. Да, давай встретимся. Давай. Ты лучше. Ты самая лучшая, ты самая лучшая, ты самая лучшая, что у меня было в жизни. Все остальные не в счет. Не ревнуй, не ревнуй, потому что я не мог тебя забыть. Я до сих пор о тебе думаю. Ты у меня самая любимая, самая дорогая. Самая та женщина, без которой я не могу жить. Да, я выбрал тебя, я понял, я хочу, чтобы ты была только ты. Вот здесь у девочек очень много мертвых, мертвых рядом из родственников. Духи рода вас оберегают. Потому что он так обижал вас, за что он потом очень нехорошо огребал. Потому что духи вашего рода его наказывали за это. Но потому что как бы вы одна, вам помочь-то некому, защитить-то вас некого. Поэтому умершие духи рода, они как бы вас оберегают, дают вам защиту. И вот они его наказывали. Ну, я так чувствую. Давайте посмотрим. А как они его наказали? Ну-ка, дайте мне просто отдельный вопрос. По весам. Ну, то есть по справедливости, а как? Холод, 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 холод. Холод. Они его наказали по личной жизни. Поэтому у этого мужчины ничего не получается с другими женщинами. Раз он с вами так обошелся, значит, с ним другие также будут обращаться. А, ну да. По весам, по справедливостям. Все правильно. Как он с вами обошелся, да? Я не знаю, как именно там предал, там ударил, может быть, вас, да, развелся с вами. Или еще как-то. Вот точно так же один Вадим с другими женщинами, они точно так же с ним обращались. Может, они тоже его там ударили. Или там развелись с ним. Или предали его, или изменили ему. То есть он как с вами, так они с другими женщинами с ним. Господи, заговорилась уже. Ну, вы поняли. То есть он получил очень хорошо. Потому что, ну, тут я чувствую. Еще. Ну, что, вот он и говорит, я один. Я один, король кубковый. Я в своих эмоциях. Я в своих эмоциях. Я не знаю, кубковый он по-настоящему или по энергетике на данный момент. Потому что кричит его душа. Но он как, знаете, черный кот. Черный кот в темной комнате попробуй найди. Он один в отшельнике. Ушел в себя. Читает, развивается, может быть, да. Пытается понять вас, себя, ситуацию. Крик его души. Ну, да, все. Вот он прекрасно хочет разобраться, почему отношение не сложилось. С чего началось. Кто был прав? Кто был виноват? Да, он почему-то боится, что вы найдете себе другого. Причем он так видит вашу решительность, вашу смелость. Яркость, активность. Да, и он думает, о, что это она такая красотка. Незаплаканная, незареванная. Наоборот, так выглядит шикарно. Вкладывается в себя. Что это она себе мужика, что ли, ищет? Понимаете, у мужчин всегда одно. Если женщина красиво выглядит, это значит 100% для какого-то мужика. Потому что мужчина не понимает, как можно красиво выглядеть всегда именно для себя. Ну, у них так, у мужчин так мозг развит. Значит, она есть, она красивая всегда такая. Вот она хорошо одевается, там душится. Значит, для какого-то мужика или мужика хочет найти. Это стопудово, а не для себя. Понимаете? Ну, мужчины так думают. Да, он так и видит, что вы, вам с ним скучно, вот с этим, да? Что ни туда, ни сюда, что-то никак ничего не получается. Может быть, вы ходите там где-то, сидите в интернете, выбираетесь с мужчинами, общаетесь в сайтах, знакомствах. Или у вас коллеги на работе, вы там выбираете одного, пятого, десятого. Кто лучше, кто хороший. По крайней мере, чтобы он был лучше вот этого, да? Да, он очень сильно боится, что когда он появится, вы ему скажете, милый, чё это ты явился, а не запалился, а я уже замужем. Понимаете? Вот это он боится очень сильно. Что вот так он боится упустить ваши отношения с ним, вашу любовь. И еще такой момент. Если вы смотрите на своего супруга, а супруг вам 100% изменял, он знаете, что боится? Он боится, что вы тоже его сделаете рогатым, что пока он пока не знает. Тот там, ваш супруг искусно маскировался, изменяя вам, а вы по чуйке, по женской, пока сидели с ребенком дома, вы понимали, что он с кем-то там вертихвостец, что-то кто-то у него там есть. А теперь он боится. А я вообще не знаю, и меня рядом нету. Вдруг она мне уже изменила. Вот он очень сильно боится, что вы ему, понимаете, этим же конем, понимаете, по башке дадите. Вот этим ходом, да, таким, это и как в шахматной доске, да, шахмат, все, вы ему поставите в лоб, типа, милый, тебе один-один, я тебе тоже изменила. Тоже, хотя вы тоже не собираетесь изменять, у вас в голове у многих тоже и нету, но он так думает, потому что здесь человек по себе других судит. Всегда говорю, не надо по себе других судить. А здесь судит человек по себе другой, он думает, что такой, как он, значит, все такие. Еще крики в душе. Ну, крохобор, жмот, мое не дам. Ревнует вас постоянно. Ревнует. Вот он, король мечей. Вот он, жадный, холодный. А вы его зеркалите, да? Или он вас зеркалит уже? Потому что он мечевая, вы тут тоже, как бы он вас видит такой мечевой. Кто кого зеркалит, не знаю, вам виднее. Ну, он такой, да, мужчина, который тоже хладнокровный, прямолинейный, своей души не открывает, о своей душе не говорит. Только приходится догадываться, что у него там, да, в мыслях, что у него в голове. Приходится только догадываться. Потому что он сам собой, в своих мыслях, в своей вот этой любви, вот это вот все. Мою не отдам. Ой, 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 вот он, лев, вот он, вот он. Вот он такой красавчик, он считает. Вот если вы ему будете говорить, да ты мне вообще не нужен, да ты кто такой, посмотри на себя, кому ты вообще сдался. Ты что думаешь, это же самый лучший в мире мужчина, что ли? А он вам будет обратно и говорит, детка, да тебе такой, как я и нужен, где ты еще лучше, как я найдешь. Посмотри, какой я, Аполлон просто, красавчик, природой созданный. Все у меня есть, руки, ноги, там кое-что, да? То есть я самый такой тут вообще хищник, хищник мужик такой. Детка, ты где такого найдешь, как я? Он еще с вами спорить будет. Вы ему будете говорить, что ты мне не сдался вообще, я лучше тебя найду. А он вам будет говорить, да ты где лучше меня найдешь, ты что, ку-ку, посмотри, везде какие колобки под метр пятьдесят. Это я тут у меня метра девяносто. Я тут шикарный, Арнольд Шварценеггер, вон, нервно курит в стороне. Где ты такого лучше найдешь, как я, умного, сообразительного, хваткого, с головой, с мозгами, такого настоящего мужика. Что, я любить не могу? Любить тоже могу. Просто ты ко мне так относишься, что я даже тебя любить не хочу. Сижу здесь, я выпиваю, типа, да, корвалулчик, выпиваю я. И сижу, и нервничаю из-за такой женщины, как ты. Он с вами еще спорить будет, он же своего льва включит, он тут есть, еще только не покажет. Он и показать еще своего льва может. Ой, ай, бог милую, тут такое начнется вообще. Еще, о чем кричит его душа? Сейчас я тут кричать уже начну. Ну вот, что он кричит-то? Ты и я, посмотрите. Как яйцеклетки, два плода. В матке два плода, посмотрите. Видите? Что выясним одно целое. Одно целое, старший аркан мир. Я хочу мира, я хочу перемирить. Ты, ты женщина, мать моих детей. Ты можешь понять, что мы с тобой очень друг другу хорошо подходим. А почему бы нам не помириться? Тут еще он будет вам доказывать, что вы похожи, как бы, женщина, а ты создана из моего ребра. Чего ты мне тут, как бы, свое слово доказываешь? Твое место вообще вон на кухне мне готовить, женщина. Ну, вот, вот и все. Я мужик в доме. Взяла ребенка и на кухню ребенок плачет. Ребенок голодный. Мать, блин. Марша, марша, мне щи, борщи, котлеты готовить. И ребенка накорми. Вы понимаете, он тут включает мужика такого. Я же сказал. Вот если он еще с вами в браке, в официальном, тут еще промолчать можно. И на кухню сходить. А если они в официальном браке, тут свистопляска с вами начнется, потому что вы ему тут предъявлять будете. Если он ваш, не ваш муж. Чего он тут распоряжается вообще? Кто он такой? А его не остановят. Он вам скажет, кто он такой. Он тут, понимаешь ли, у нас царь зверей. Да. Африканский такой. Царь зверей у нас он тут. С Африки прибыл, что ли, вчера, я не знаю. В зоопарк не довезли, наверное, девочки. Сбежал, наверное, да, с повозки. И вы тут с ним познакомились. Вот так. И теперь он вам предъявляет свои права. Все, я бы уж не могу с ним уже. Ой, трудом ей богу, а. Много на себя мужики берут, то есть, так сказать. А вот так посмотришь. Много на себя берут. Никакого, никакого предложения. Никакой стабильности. Ничего мужчина не дает. А своего, своего эго тут, своего зверя, как бы он включает, конечно. Ой. Да. Вот такой был расклад. Что тут дальше говорить? Здесь даже даже спор уже идет с ним, понимаете? Он вам свое, как будто вы ему свое. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А самое главное, никогда не забывайте, что вы красавица. Что вы просто прелестница. Вы такая женщина. Просто персик, понимаете? Вы персик, крымский персик. Сладкий. И рядом с вами нужен такая же ягодка, чтобы мужчина ягодка такой был. Я не знаю, чтобы гранат какой-нибудь вкусный. Фрукт такой, арбузик рядом с вами тоже. По фруктовому с вами стоял на столе и пах. Вам нужен такой же мужчина, чтобы круче, чем вы. Чтобы он вас на руках носил. Чтобы он прям кушал и прям сок, прям крымский вкусный с вас сок прям тек. Персик. Я персик захотела аж прям. Вот такой, в общем, был расклад. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И будьте счастливы. Я вас всех люблю. Целую. Обнимаю. И до скорых встреч. Спасибо.